Выходные на природе с барбекю и шашлыками. Распространенный вид отдыха летом. Что может быть лучше приятной компании друзей или родственников на свежем воздухе под жарким солнцем? Однако отдых может омрачить небольшое насекомое, которое на теле, как правило, сложно заметить, а вот неприятности оно может принести очень много. Клещи опасны тем, что являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как энцефалит, боррелиоз, кулихорадка, тулеремия и другие. Результаты лабораторных исследований показали, что в Тараклийском районе клещи заражены бактериями боррелиоза. У четырех видов клещей обнаружено наличие возбудителей болезни лайма и клещевого энцефалита. У 13% клещей, отобранных поблизости лагеря отдыха Чайка, выявлены возбудители боррелиоза лайма. В 12,5% клещей, отобранных в совет домашних хозяйств, обнаружено присутствие клещевого энцефалита. Пик активности клещей – май и сентябрь. Подцепить насекомое можно не только в лесу, но и в парке или в скверах домов. Если вы обнаружили на своем теле клеща, самое главное – не паниковать и не извлекать его самостоятельно. Сосавшегося клеща нельзя пытаться выдавить или резко выдергивать. Это лишь повысит вероятность заражения энцефалитом. Ни в коем случае не заливайте клеща маслом, жиром или керосином. Как только клещ перестает получать воздух, его начинают тошнить. И все содержимое из пищеварительной системы выплескивается наружу вместе с фирусами клещевого энцефалита и возбудителями баррелиоза. По данным Национального центра общественного здоровья, в 2014 году в Молдове было зарегистрировано 48 случаев заболевания баррелиозом. В текущем году – 5 случаев. В Тараклийском районе за последние 10 лет не были обнаружены заболевания, передающиеся через укус клеща. Отправляясь в лес, пользуйтесь отпугивающими клещей и других насекомых жидкостями, аэрозолями, мазями. Старайтесь держаться подальше от кустарников и высокой травы, ведь именно там любят прятаться клещи. Вернувшись с отдыха, осмотрите себя.